Начать этот специальный репортаж было бы правильно со статистики, но информация сегодня настолько стремительно меняется, что просто не сопоставимо с форматом еженедельной программы. Тема сегодня – жизнь в условиях пандемии, что пришлось изменить ради общего блага. Эти кадры мы сделали полторы недели назад. В Тамбовской области закрыли все вузы. Школьников раньше срока отправили на весенние каникулы. Вся страна начала усиленную работу в режиме борьбы с распространением инфекции. В России на тот момент зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом. Одной из заболевших оказалась наша землячка – 27-летняя девушка, прибывшая из Италии. С улицы одеваемся в специальную одежду. Она одноразовая или обрабатывается потом. Повторно уже в этой же одежде не заходим. В Тамбовской инфекционке организованы боксы как для больных коронавирусной инфекцией, а на 19 марта таковых в регионе было трое, так и для тех, кто просто под подозрением. Например, вернувшиеся из-за границы или пациенты с симптомами ОРВИ. Нам удалось узнать о жизни за стеклом от одной из изолированных. Я в Москве училась, приехала на выходные в Тамбов сюда к родным, чтобы их увидеть, поучиться. И в пользу, получается, ехала со мной женщина, которая больна коронавирусом. Которая как раз подтвердилась диагноз? Да, потом пришли какие-то документы домой о том, что меня посадили на карантин. На следующий день приходит врач, потеряет мне температуру, температура повышенная, поэтому вызывает скорую и отправляет меня сюда. Ну, чувствую я себя нормально. Условия более чем хорошие. Ну, и да, сами понимаете, это больница. Мы вам сейчас представляем изолятор. И это помещение, палата, где поступают тяжелые больные. В настоящий период времени поступают больные с отягощенной пневмонией на фоне вирусных заболеваний. Проходите, пожалуйста. Палата оборудована на современной урне. Здесь находятся два постельных места. Следящая аппаратура, дыхательная аппаратура, которая необходима для введения первичной сердечно-лёгочной реанимации. Воздушные кислороны. Проще говоря, эти аппараты помогают дышать. Ну, давайте, да. Скажем проще, они в какой-то момент, на каком-то этапе заменяют лёгкие. Не саму ткань, а вот саму дыхательную функцию, ту, которую должны выполнять лёгкие. Всего в областной больнице 21 аппарат искусственной вентиляции лёгких. Благо, сейчас это оборудование не востребовано. У всех заражённых COVID-19 в нашем регионе болезнь протекает в лёгкой форме. Но медицина в любом случае готова отразить удар. Был создан запас лекарственных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты. Поэтому сегодня можно говорить, что мы подготовлены к работе в этих условиях, в которых в настоящий момент находимся. Сахар, соль, крупа, макароны и, конечно же, туалетная бумага. Все эти товары на глазах стали хитом продаж. Покупательский бум подогревают слухи о дефиците. Тем временем системы поставок и логистики быстро адаптируются к новым условиям. Полки пополняются товаром регулярно. Распределительный центр одной из крупных торговых сетей. На площади в 24 тысячи квадратных метров хранит товар с избытком. Три недели назад сеть начала увеличивать запас на складе регионального значения. Свой резерв сформировали и отдельные точки продаж. С прошлой недели мы начали увеличивать запас товарный на магазинах, там, где это возможно. На секущий момент мы по самым критичным продовольственным товарам мы можем обеспечить двухмесячный запас. По бытовой химии на 4 месяца мы запустены. И по консервам на 3 месяца. Распределительный центр наполняет товаром 156 отдельных продовольственных магазинов и два гипермаркета области. 11-метровые стеллажи забилуют всем необходимым по привычному покупателям ценнику. Ценообразование на особом контроле держит федеральный центр. С производителями и торговыми сетями тесно работает Минпромторг. Руку на пульсе держит и антимонопольная служба. В регионе запущена горячая линия профильного управления областной администрации. К порядку готовы призвать как крупных продавцов, так и мелкие торговые точки в селах. 25 марта. По всей стране продолжают вводиться новые меры профилактики коронавируса. Закрываются рестораны, кинотеатры. Однако города продолжают жить. Как любое другое публичное пространство, таить угрозу заражения вирусом может общественный транспорт. Автобусы решено регулярно обеззараживать. За санитарным состоянием следят сами водители и кондукторы. Свободную минутку между рейсами отдают профилактике. Наталья работает с людьми и деньгами, а потому моет руки десяток раз за день. Также заботливо она относится и к своим пассажирам. Главное – это поручни, отсидения и висящие держатели, за которые берут люди. Но пока мы делаем это два раза, посмотрим как. Может быть, будем мы чаще. Если будут отстои, потому что мы же в движении постоянно. Со всей серьезностью к безопасности пассажиров подошли и городские такси. Еженедельно 120 машин автопарка одного из перевозчиков становится в очередь на прием к дезинфектору. Кажется, что с большим усердием обеззараживают только операционные. Она производится с применением средств, которые действуют именно на вирусные инфекции. Обрабатывается весь салон автомобиля способом орошения. И особенно внимание уделяется тем поверхностям, с которыми люди контактируют непосредственно. Дорогие друзья, обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. В своем обращении к нации глава государства отметил, что самое важное сегодня предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Дни с 28 марта по 5 апреля были объявлены нерабочими. Прежде всего это сделано для того, чтобы люди в такое неспокойное время побыли дома. Но... Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Но я ехала в собственной машине. Окно боялось открыто, потому что опасно. Я могу быть опасной для всех. Нет, все гуляют, дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете? Нельзя так, правда, опасно. Эмоции сродни тем, что на минувшей неделе не стеснялись проявлять итальянские мэры. Остается только надеяться, что благоразумие возьмет верх. И печальный сценарий Ломбардии не повторится. Хочу сказать вам всем, куда вы, черт возьми, идете? Вы и ваши собаки, которых вы вечно выгуливаете, у них что, воспаление простаты? Тишина и пустота. В отделах Пушкинской библиотеки только сотрудники. 190 лет назад самому Пушкину тоже пришлось пройти через массовую панику. Осенью 1830 года он три месяца провел в деревне Болдина из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. Этот период стал одним из плодотворных в его жизни. Был закончен Евгений Онегин, написаны повести Белкина и маленькие трагедии. Тамбовские поэты также продолжают творить. Помоги, друг, мне выветрить память от дурманящей дух слепоты. Они не прячут свои лица под масками, а смело читают стихи, находясь в разных предлагаемых обстоятельствах. Такова суть флешмоба литературного кафе «Пушкинский чердак» – писатели против коронавируса. Поэзия, наверное, как какое-то вселенское искусство, получает огромнейший отклик. И поэтому очень многие люди подписались в нашу группу впервые за прошлую неделю. Было очень много новых посетителей, тех, кто поддерживает флешмоб, оставляет комментарии, пишет и свое мнение о содержании тех стихов, которые опубликованы. В связи с пандемией так называемой группе риска все больше рекомендует уйти в самоизоляцию. Но как пожилым людям обеспечить себя продуктами и лекарствами? На помощь готовы прийти волонтеры Общероссийского народного фронта. У нас есть телефон горячей линии, по которому люди могут оставить заявку. Мы люди после 45 лет. Мы можем привезти им продукты, вынести им мустры, лентарны, таблетки, все, что нужно. Хлеб, кефир – пожелания пенсионеров довольно скромные. Чтобы исключить все возможные риски, добровольцы всегда носят медицинские маски и перчатки. К заявителю заходят исключительно подвое. Причем передают все у порога. За доставку волонтеры деньги не берут. Оплачиваются только покупки по чеку. Мало чего в жизни бывает, правда? Вот так вот лекарства. Как раз сегодня кончились лекарства. И сама сегодня давление немного прыгнуло и не могла пойти. Так что все очень хорошо. Главное, не заболейте. Главное, берегите себя с молодым. Обычно, чтобы записать так называемый заключительный стендап к программе, мы выезжаем в город, в какое-нибудь людное место. Сегодня же пишемся прямо у порога нашей телекомпании. Как СМИ мы не можем полностью остановить работу на этой неделе, но защищаемся и защищаем, насколько это возможно. Впрочем, если крайней необходимости идти на работу нет, то не надо ничего выдумывать. Просто останьтесь дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!